Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет, ответы на ваши вопросы. Почему так много крестят, но так мало верующих? Да, крещённые почти все, а в храме, на воскресной службе, где призваны быть все православные христиане, всякий воскресный день, на всякий великий праздник, народа несравнимо меньше, чем тех, кто считает себя христианами. Кому церковь не мать, тому Бог не Отец. Кто принял крещение, а не живёт по-христиански, не христианин. Более того, страшную картину невидимого духовного мира открывает нам сам Христос. Нечистый дух, выйдя из человека, а как он оттуда выйдет, если не силой Божьей, призванной в таинстве крещения, не зря в чине оглашения перед крещением произносится заклятие, заклинание против духа тьмы, чтобы он уже не приближался к новозапечатанному именем Господа, нашего Иисуса Христа, воину Христову. Но, говорит Господь, дух нечистый, выйдя из человека, обходит безводные места, ища покоя, и не обретает. Разгадать значение этих слов Господа нам невозможно, имея ограниченный ум, каким образом имеет бытие падший дух, как и ангелы Божии, находясь в умном мире, и что есть для них безводные места, но в большей степени мы понимаем, что такое их беспокойство. Это постоянная настроенность на Богу противление. И вот таковы, не обретая покоя, как бы не успокаиваясь о потерянном прежде, находившемся в его распоряжении, доме, душе человека крещеного, он берет с собой семь злейших духов, если, возвращаясь к этой душе, имея мысленную возможность приступания к ней, обретает ее пустой, выметенной и ничем не наполненной. Тогда, говорит, возвращаются в эту душу, и живут они уже там с семью духами худшими, чем тот, который был изгнан. И бывает для такого человека последнее горше первого. Так, к сожалению, и бывает с людьми, принявшими святое крещение, но не позаботившимися о том, чтобы сила его, о том, чтобы печать дара Духа Святого, запечатленная в миропомазании на душе его через телесное помазание миром, возымело бы развитие, ибо, встав христианином, войдя в церковь вратами крещения, надлежит поддерживать это единство всегдашней христианской жизнью, приобретением опыта жизни по вере у тех, кто этот опыт имеет, то есть требуется постоянное поддержание, общение со своим священником, с приходским пастырем, со своим духовником, и, конечно же, участие в самих таинствах церковных и составляет признак принадлежности к церкви и продолжения христианского жительства. В ком этого нет, в том нет и христианства. Тот крещенный, да не причащенный, крещенный, да не венчанный, крещенный, да не раскаянный, оказывается вне этого корабля спасения церковного единства. Он отчужден от тела Христова, получив право к нему принадлежать. Он впоследствии своей безблагодатной жизнью, не участием в таинствах матери церкви, не христианским образом жизни, то есть имея на совести нераскаянные грехи, а иногда и тяжкие, сам себя отлучает от божественной благодати. Поэтому и появляется такая печальная картина, что крестятся многие, почти все, о подлинно сохраняющих единство со Христом Воскресшим, которого уверовали, вера в которого привела ко святому крещению, оказываются-то вовсе не многочисленными. В преодолении этой печальной реальности сейчас вновь обновлен, по благословению Священноначалия, институт оглашения. К крещению мы призваны готовить наших оглашенных, тех, кто возымел желание покрестить младенца, с участием крестного для мальчика, которые должны разумно и сознательно брать на себя обязательства воспитать изновокрещенного доброго христианина. Этого нельзя сделать, не участвуя в церковных таинствах, не уча молитве, не читая с ранних лет Евангелие, не навыкая христианской жизни во всех ее проявлениях и дома, и в школе. Как бы это ни было трудно. Окружающая нас языческая действительность, наша дезориентация в системе ценностей среди общества не вредит, а наоборот подчеркивает для разумно взращиваемого христианина правоту и необходимости этих христианских оснований жизни, потому что ему видно, до чего доводит жизнь противоположная. какие худые последствия, всякой озлобленности, распущенности чувств, злоупотребления всякими сластями земными, до какого печального обезьяния, оспенного состояния доводит они человек. И не может быть оправданием для христианина, его неучастие в христианской жизни тем, что не так общество устроено, чтобы приоритеты сохранялись за христианскими ценностями. Во все времена так бывало. И тогда, даже когда декларировалось православие как национальная религия, государственная религия, не обходилось без того, о чем говорили апостолы на заре христианской истории. Мир во зле лежит. И от мира, плоти и дьявола происходят неизбежные испытания человеческой решимости следовать за Господом. И никогда эти порядки не будут отменены. Но пускай не внешнее зло торжествует, но внутренняя правда укрепляет на противостояние. А откуда она у тебя возьмется, если ты не будешь молиться не только утром и вечером, но и в течение дня, если ты в течение недели и даже воскресный день не находишь времени для Храма Божьего и для таинств церковных, просвещающих твою душу и снабжающих ее силой Божьей против всех соблазнов мира сего и своих собственных немощ. Так что печальная реальность нецерковной жизни людей, считающих себя христианами в связи с когда-то совершенным над ними крещением, это дело преодолимое, и каждый, начиная с себя, призван пополнять число активных действующих христиан, а не только по названию именующихся таковыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok